хотите женщины такого мужчины 50 лет новые зубы в подарок когда женщина готова любить когда готова поделиться сердечностью вот у нее грудь открывается она красивая и сочная становится соски радостно смотрят вперед или вверх то есть она вот это любит любит а это нет это я не могу принять у меня тут энергия жизни ребенок родился он в это же утро взял и повернулся на живот лег то есть уже сила жизни было он уже вот вот он родился он повернулся сам сам на двое детей просто головку вот родились у меня трое детей это третий ребенок вот так вот родился во первых легко его просто выдохнула сказала ну поехали поехали опа не головка ничего а сразу раз родился поняли слово запомните волшебное поехали классного было удивительно что он через два часа через три часа после рождения он сам повернулся на живот лег и он все время поворачивался на голову держал да он на два месяца два месяца он у меня же на руках вот так висел но врачи мне сказали что ваш ребенок не проживет четырех лет сейчас ему 18 лет а во сколько родили родила в 36 сейчас мне 54 какая разница что они так сказали ну да это не важно да ну так вот статья на руль славянской культуре живет по традиции ей по традиции обязана до 200 лет хорошо выглядеть потом потом баба-ягой будешь а про свадебное испытание рассказывал например свадебное испытание вот это знаете плюс-минус у мужчины мужская вот эта сила прет здоровье жар мужской вот этот от которого женщины все внутри трепещет просто от того что он рядом стоит она она становится звенящей женщиной россии девушкой если перед свадьбой а у женщины женская вот эта сила да вот она разливается как вода она окутывает мужчину она его так завораживает она его так обволакивает такое такое бережной силой он тоже весь в ее присутствии прямо изнемогает и вот для того чтобы проверить вот эту силу притяжения мужчине завязываются глаза вот так становятся все девицы значит его веста становится все молодые девицы в самом соку таки ух такие что да с яблочками и он должен закрытыми глазами вот так почувствуйте вот это и все это молча конечно молча идет и как бы раз и свои до своей дотронулся если затронулся до другой она должна ему чисто по девичьей красиво сделать вот так по щечину да если он получил три пощечина или больше значит он это испытание не прошел ну перед тем как свою найти то есть действительно вот он реально конкретно заметьте трудно проверяется вот этот огонь насколько электрическое вот это притяжение здоровье жарево тело конечно никаких подсказок все по-честному вот или такое например испытание девица такая становится она кстати очень сложная так может на слух кажется легкой но она очень трудная девица становится вокруг нее становится молодцев так человек 20 тоже таких и все шепчут ее имя ласково например шепотом а когда шепотом вообще трудно узнать голос человека а когда шепот со всех сторон некоторые девицы вот так делаю потому что реально знаете какая-то магия когда куча мужиков вокруг тебя стоит таких и все так шепотом тебя зовут очень страшно это реально и ты опять же должна идти и как бы и на своего молодца выйти дотронуться если дотрагиваешься до другого молодца он делает не ну правильно но чтобы она не щупала чужих молодцев она зато на всю жизнь запомнит то есть сразу же в правильные программы вводятся вот в эту предсвадебную подготовку сразу как бы чик оп оп понятно что к чему и как ну приседания конечно я уже говорил испытания таких испытаний должно быть сколько 21 7 испытаний лично женских но менее красиво сплести косу рушник переплетение и так далее там 7 разных испытаний 7 мужских испытаний например одно из испытаний разрубить вот такое полено и знаете сучковатое знаете вот сучки когда в полене очень трудно и мужик должен показать что он мужик за какое-то определенное время старейшина рода определяет что вот это полено надо разрубить на дрова как как следует ну и таких всем испытаний разных мужских то 7 женских всем мужских если прошли молодцы и 14 совместно вот например испытания не разлей вода вы понимаете что генетические мужчины и женщины должны сочетаться вот заметьте вот есть собаки например колли есть бульдоги есть овчарки и хорошо когда знаете колли с коллями бульдоги с бульдогами там овчарки с овчарками и вот сохраняется предназначение породы и правильный внешний вид а если вот красивый бульдог с красивым пудельком скрустить то блин какая-то ерунда будет а многие люди как-то на это не обращают внимание вот я тебя люблю ты меня где порода вы посмотрите вот некоторые люди у них там черепа удлиненного некоторых квадратные да есть такие коренастые люди есть такие то есть это очень важно чтобы муж и жена были похожи как брат и сестра но из разных мест конечно географических чтобы была породистость и чтобы это породистость сохранялась настало время об этом говорить потому что у нас чисто породные собаки лошади кошки птицы но только не люди вы думаете что вы влюбились и все и для поддержания породы для поддержания породы обязательно должно быть согласие родителей бабушек и дедушек потому что родители это видят и чувствуют да у них больше жизненный опыт и поэтому когда вот эта тема мы друг друга любим а родители нас не понимают это обреченная семья она не может жить это точно потому что даже если вы крутые от чистые люди там вегетарианцы трезвенники а ваши родители мясо едят бухают и вам кажется что они там еще по осознанности далеко от вас даже такие родители они чувствуют подходит вам супруга или нет поэтому благословение родителей должно быть при любом раскладе при любом раскладе если его нету значит ничего хорошего точно не получится а зятя должен прикатать и жену и тещу ну вот да у нее должно быть мужской силы чтобы он как бы тещу на место поставил и жену ну если нет родителей значит попросить у них благословения во сне или в молитве да все равно родителей как бы нет но они же есть правильно родительские души то есть наши предки становятся богами покровителями то есть от кого мы произошли по крови их души улетают на небеса а потом они с небес нам помогают тут с помощью жизненных обстоятельств событий каких-то встреч на и так и же и это умение вот натягиваться буквица и нить это умение быть жить так что было тебе хорошо и людям то есть станции это как проверяется когда ты танцуешь ты синхронно со всем коллективом идешь когда ты танцуешь ты не наступаешь на ногу соседу когда ты танцуешь ты девушку крутишь сильно то есть она чувствует что крутит мужчина но нежно не как гоблин а как добрый молодец то есть вот это и нить качество это умение свою вот эту силу сильную когда ты такой жаркий сильный здоровый применить так чтобы это было во благо окружающим поняли то есть у нас и нить нету из двумя точками поэтому многие как мордовороты такие да вот он ради цели идет локтями пихается да а надо идти сильно но при этом уважать всех окружающих и сплетать свою силу свое здоровье с окружающими это называется качество и нить и нить есть слово нить до переплетение переплетение силы вот когда молодецкие забавы например идут это тоже видно некоторые побеждают других и благородно да то есть красиво молодца завалил так угру молодец живой здорово просто внизу лежит ты ногу поставил да да я круче вот а некоторые ради победы в молодецких забавах вот они там до царапаются калечат вот это отсутствие нить и как раз наши древние богатыри отличались чем благородством благородство это благороду приносить да то есть ты побеждаешь и заметьте часто в древнерусских войнах этих врагов не убивали оставляли живыми а что с ними делали они отрабатывали они тут все что пост все что разрушили строили и даже чуть чуть больше а потом их отпускали вот такая была древнерусская традиция до наваляли отработайте да поэтому вот русские действительно были самые такие миролюбивые но даже вот и некоторым разрешали остаться если более-менее на наших был похож да тоже черненьких оставлять нельзя надо черненькие красненькие с красненькими до беленькие с беленькими желтенькие желтенькими что порядок был да вот поэтому видите что сам язык является программой жизни каждого человека и здесь четко написано как развить каждое из семи тел чтобы рус лучше эту тему понять первое что надо сделать вот такую буквицу взять есть у меня на ткани есть на бумаге можете сами найти в интернете распечатать но обязательно дома повесить на стену и что и молиться на нее это самый мощный славянский оберег мандала как говорят на востоке некоторые же мандалы там тибетские буддийские индусские да но это на их народ на их усиление работает вот это на наш народ работает вот наш русский магический квадрат мандала самый сильный оберег вот повесить на стену потом для того чтобы узнать слабые сильные стороны своего характера вот игра которая показывает с помощью богини доля и недоли бога числа бога где сильные стороны характера где слабые какая буквица проработана какая еще спит очень интересно играючи понять потом вот книга здесь про каждое тело по 7 образов то есть кроме того что я рассказывал здесь еще описано 7 тел вот на каждое тело по 7 образов 7 страниц и 49 ключевых страниц у нас два полушария образная логическая поэтому страницы текст логическое повествование и образная картинка и она как бы раз и в мозг хорошо входит правильно в конце есть календарь по которому вы можете вместе со мной входить в реку русскую реку времени потому что смотрите вот это буквица это одновременно язык общения буквица это календарь то есть на калиду начинается календарь когда солнце рождается с 21 декабря по 28 это неделя буквица с 2 неделя боги поэтому программирование жизни идет на каля 1 неделю кто на каляду план на год напишет год будет самый плодотворный понятно вот вам секрет из буквицы это календарь здесь показаны правильные отношения мужчины и женщины современном советском языке 33 буквы 22 женских один с мужских поэтому сейчас мужское начало подавлено и бабовщина и эмансипация кругом и с таким языком как сейчас 33 буквы невозможно выстроить гармоничное отношение мужчины и женщины здесь 24 мужских 24 женских буквы и одна универсальная баланс мужского и женского начала поэтому кто еще хочет иметь хорошее отношение с противоположным полом то обязательно надо учить буквицу гласящие это мужские или женские вот видите как у вас голове все по перепуту нас бабы орут громче всех гласящие это мужские мужчина должен гласить а женщина согласовывать с тем что сказал мужчина поэтому есть такая народная игрушка пирамидка видели такая палочка деревянные на ней семь колечек да вот мужчина гласит а женщина такая да 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 семь раз должна так сказать по семи телам и тогда правильные отношения отдаться мужчине надо на семи уровнях вот женщины отдаются только на одном уровне телесном и поэтому отношения такие никакие недолгие а а когда женщина способна отдаться мужчине на семи уровнях принять его и окружить своей обережной силой на семи телах то это получается самое надежное долговечное и плодотворное отношение понимаете а то женщина на явном уровне отдалась а когда мужчина какую-то мысль ему говорит то есть это уже уровень четвертого тела клуб его женщина нет ты не прав и когда она вот так сказала нет ты не прав она как бы на четвертом теле создала вот это вот зажим четвертое колечко не одевается на палочку как бы а я с тобой не согласна женщина если хотите быть счастливы забудьте слово нет слова из трех букв и запомните слово да если вы считаете что мужчина не прав надо его то есть надо сказать а может быть поняли тему забудьте слово нет женщины все чтобы не сказал мужчина да 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 а может быть еще и это то есть понимаете вы должны мужчину медь прикатывать в этом женская сила лада то есть вот так вот мужчину окрутить и направлять его в нужное русло как не заметно то есть женская мужская власть видимая а женская влада владеющая ладом женщина владой владеет то есть управлять жизнью с помощью влады мужчина управлять жизнью напрямую с помощью власти и заметьте поэтому мужчины явные половые органы у женщины тайные таки мужчина должен явно быть на высоком посту скакать на коне а женщина должна управлять тайной силой мужчины выдающиеся места у мужчины здесь и здесь то есть нос как правило здоровее мужиков да насяра такой чем у женщин а у женщины выдающиеся места здесь поэтому женщина ответ ответственно за душевные отношения то есть за душевность сердечной дружбу любовь ответственны в этом мире женщины и они в этой теме лучше всего разбираются если они хотят природой заложено это то что женщины должны душой сердечностью весь мир оберегать а мужчина отвечает за материальные аспекты дом построить деньги заработать и за духовные аспекты вы должны четко еще понять разницу душевных и духовных тем да поэтому мужчина вставляет духовно нравственный стержень в детей в женщину он отвечает за духовные ценности и за материальная женщина за душевные и тогда получается восьмерка у женщины энергию так вытекает отсюда поэтому все конфликты виноваты женщины да это правда и вот говорят все войны из-за женщин да это правда потому что когда женщина вот здесь не может наладить мужики воюют женщина вот эту ладную силу в мужчину грудью она его должны кормить всегда не только маленького но и большого просто когда большой мужчина ты должна его кормить грудью сердечной любви своей понимаешь поэтому грудь должна быть сочная в ней должен быть запас любви запас нежности запас лада и ты в мужчину вкладываешь эту ладную энергию она в него втекает и вытекает в виде материальных подарков что он тебе постоянно подарки дарит платья кольца дома строит деревья сажает детей тебе заделывает и дальше энергия течет ему в духовный центр и он духовно нравственные ценности несет и долгосрочные перспективы семьи и народа определяет что будем делать через десять лет через сто через тысячу это способен только понять мужчина но для этого надо чтобы женщина вот его ладной силой наделила и чтобы мужчина и женщина были все время вместе надо чтобы мужчина и женщина были птицы одного полета понимаете вот летят две птицы и когда они летят с одной скоростью им хорошо лететь а если у нас такое бывает что мужчина намного здоровее женщины да и вот он летит такой быстро она такая отстает и он вокруг неё круголя 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 потом думать нафиг мне такая женщина и это правильно то есть он ей говорит давай прокачивайся будь такой же здоровый как я чтобы мы вместе летели чтобы я ради тебя не летел в пол оборота да или наоборот у нас бывают такие женщины сильные подтянутые а мужики такие рядом никакие опять же то есть очень важно постоянно синхронизироваться по семи тела вот почему сейчас так много разводов семьи распадается потому что вот люди еще на уровне знакомства свадьбы как-то синхронизированы а потом кто-то очень сильно начинает заниматься саморазвитием до духовные практики йога народные танцы энергия жизни пошла а второй еще засел в этом сонном царстве до удовольствие там в интернетике позависать какой-то ерундой позаниматься и конечно они разошлись ну и сейчас время больших перемен разошлись и слава богу просто речь идет о том что кто хочет иметь долгие хорошие отношения надо развиваться вместе и друг друга поддерживать и намекать что давай давай в хорошей форме то есть вот это качество называется чем самодержавие то есть каждый должен сам себя держать оно должно появиться с 22-х лет поэтому 22 буквица с самодержавие с 22 лет можно замуж выходить жениться вот и вот это самодержавие когда мужчина сам себя держит в хорошей форме по семи телам и женщина себя то же хорошей форме по семи телам держит, и они самодостаточные, и они тогда сплетаются крепко, идут надежно. А сейчас, какие часто отношения бывают? Вот подымайся, давай покажем. Почему вот так вот семьи распадаются? Вот наклонись на меня плечом. Вот живут муж и жена и такие, ой, я без тебя жить не могу. Если ты меня бросишь, все пропало. А, ты моя вторая половинка. Вот так вот, понимаешь, живут. То есть кто-то отошел, второй бах и упал. Поняли тему? И таких отношений много. Это нездоровые отношения. Подожди. Здоровые отношения, это когда, вот, смотри, я себя держу, ты себя держишь, и мы вот так вот взяли, и каждый себя держит по жизни. Никто ни на кого не наезжает. Ни энергетически, ни материально, да? Присаживайся, благодарю. Поняли тему, да? То есть вот, жарье тело свое восстановило, и остальные тела за него держатся энергетическое. Ты себя держишь, она себя держит. И детей выращивает самодостаточных. Если родители такие самодержавные, такие у них дети растут самодержавные. Надо ребенка на день оставить. Ты оставил и не паришься, что ему скучно там, или он не поест. Ты с детства их... Батя пенделя вставил, мама загладила, и уже ребенок, уже в три года, уже сам знает, ага, поесть, попасть, поспить. Родители ушли, ну и ладно, у меня куколки там, у меня там белочка во дворе живет, или еще кто-то. Поняли тему? А так у нас батя такой, мама такая, и дети еще такие, знаешь, на родителей так облокотились, и такие, а, мы без вас не можем, только не уходите, не начаться с дома, а. И такая, знаешь, шатающаяся конструкция. Самодержавие должно начаться с мужчин. Поняли? Вы, мужики, должны себя выстроить, да? Не гнуться, не мнуться, вот, восстановить себя. И подобное тянется к подобному. К вам притягивается примерно самодержавная женщина. Если не самодержавная, вы ее бах, пендели сюда за косу подняли, сделали самодержавной, чтобы она стояла сама по себе, а не вот так вот качалась. И вот эти самодержавные отношения, царские отношения, вот они, надежные, правильные, и красивые, и приятные, понимаете? Вот, каждый себя держит, за ручку взялись, пошли. Дети родились, и тоже как бы их сразу раз, раз, все. И тоже пошли. Это язык общения, это календарь, это связь мужского и женского начала, это связь с тридевятым царством, солнечной системы. То есть здесь три девять чисел есть. Вот. Здесь показано 16 азбучных истин, по которым надо жить русскому народу. У нас 16 чертогов на небесах, 16 пиралей ДНК у белых людей, и здесь 16 азбучных истин записано. Здесь записано восьмиконечная звезда, вот она, которая чаще всего на вышивке. Восемь праздников, калядник, который надо праздновать. Вот. Сейчас идет у нас одна из этих недель священных, с 21 сентября по 28 неделю, родогощи. Рад гостям щедро. И согласитесь, у кого есть родовое поместье, а раньше они у всех были, то как раз сейчас столько урожая, что когда гости пришли, то так рад им бесплатно мешок с собой взять, дать чего-нибудь. Согласны? Вот это изобилие, поэтому родогощи. Рад гостям щедро. Щедро. Щедрость просто всего изливается. И к родогойщи, вот кто начинает жить по русскому календарю, вот поэтому, вписываться в природные циклы, вот, понимаете, то что получается? Именно к осеннему равноденствию, вот как Пушкин сказал, и роди богатыря мне к исходу сентября. Чувствуете, вот плодоношение к исходу сентября? Яблок, детей и добрых дел. И у меня, вот я вписался в календарь, прошлый год вышла вот эта книга, и именно вот на этом фестивале она была впервые показана. Плодоношение на родогощи. Сейчас у меня вышла вторая книга, прописи под ревле славянской буквицы. Просто она по почте не ушла, не успела прийти, вот она только напечатана сейчас там, в Москве. Тоже плодоношение на родогощи. На прошлое родогощи у меня было плодоношение вот этой игры, вот, золотой характер по буквице. На этот я уже, новая игра родилась, понимаешь? «Семь верст до небес», там, где волшебное зеркальце, собирать тарелочки с голубой каемочкой. И на этот год у меня еще плодоношение какое? Плакатов. Вот. Тридевятое царство, солнечная система по-русски. Здесь русские названия, земель. Вы знаете, Марс, Венера, Меркурия, это римские названия. Ватиканские, вражеские. Русские названия, смотрите, «Зря Зареница», «Земля Ория», «Земля Семаргла», «Земля Вия», «Ния», «Земля Деи», «Земля Воруны», «Вещего ворона, который приносит живую, мертвую воду». И здесь впервые показано, как каждая земля на нас влияет. Вот 3-9 земель, 27 планет солнечной системы, и какое излучение на человека оказывает каждая из них. И вот не хватает вам, например, стремительности, ну, тормоз вы по жизни. Вы выходите в чисто поле, встану в чистом поле, облаками облачусь, звездами ясными опорышусь, зорями ясными накроюсь, солнце красное кладу на голову свою ясную. Вот. Настраиваюсь на землю Хорса, а земля Хорса Меркурий сейчас называется, а Хорса дает как раз качество стремительности, шустрости, быстрости. Настраиваясь на землю Хорса, прошу дары стремительности, шустрости, быстрости по жизни. И чашу изобилия такую. Раз, натянул, и в тебя вот эта энергия Хорса вливается, вливается, и потом ты ее раз на себя одел, и в тебя входит земля Хорса Меркурия. Это шар разума сияющий, шар вот этой темы стремительности, быстрости, шустрости. И вот она в тебя вошла, и ты по жизни начинаешь вот это вот успевать везде, понимаете? И вот так вот 27 берегинь у нас есть. Есть русские народные заговоры на 27 берегинь, то есть на каждую планету Солнечной системы, да? А если надо, конкретно можно отдельно на каждую настраиваться. Вот, изучаете русский взгляд на Солнечную систему Тридевятого царства. Вот плодоношение. Пядевая система, один из слонов, на которых вертится земля. Знаете, что такое? Оршин, сажень. И вот заметьте, вот эта структура, вот, заметьте, вот это план строения сварги Пречистой Млечного пути. В ней 16 чертогов, и здесь 16 чертогов. Вот это план строения Солнечной системы Тридевятого царства. Здесь показано, как рассчитываются орбиты всех планет Солнечной системы. Вот это план строения человека. Помните, Леонардо да Винчи в «Квадрате» в «Круге человека» писал? Вот, вот это вот план строения древней Москвы, Лондона, Парижа, это я то, что лично видел. Вот это вот план строения древних прялок. Прялки, на которых женщины прилили нити судьбы, пряжу, они содержали или 8, или 16 спиц. Ну, знаете, вот эти крутились. Колесо телеги должно иметь 8, или 16 спиц, и кареты тоже. Значит, бочку, когда делали, в которой заквашивали капусту, огурцы, 8, или 16 дощечек. То есть, когда вы посмотрите рушники народные, там восьмиконечные звезды. Но если вы к ним присмотритесь, то между ними еще по лучику получается 16 лучей. Чувствуете? Это универсальное строение космоса на небесах и на земле. И когда мы это поймем, мы будем вписываться в божественный промысел. Вот, поэтому всем вот это на стену повесить, изучать. А пока вы живете по сантиметрам, по метрам, по километрам, вы находитесь под заговором французских масонов. Потому что название сантиметра, метра, километра пришло именно от французских масонов. Царь Горох, лично, собственная персона, видите? После Путина на Руси будет править царь Горох, понятно? Вы должны уже к этому времени стать самодержавными мужами и женами. Видите, какой красивый мужчина? Мощный, сильный. Сзади его за троном растет дуб, мужское дерево, яблоня женская. Сверху герб сказочной Руси. Какой? Герб сказочной Руси? Сокол и орел. Сокол и орел, две птицы, они уродец, двухлавый орел. Мужчин в сказках называют чаще всего орлы и соколы, правильно? Что это значит? И вот герб сказочной Руси вот такой. Сделай ту руку и смотри на нее вот так. Чик. Союз орлов и соколов, понятно? Сокол и орлы. То есть соколы, они как бы быстрее мыслят и соображают. Они говорят, кого бить, орлы бьют. Присаживайся. Поэтому нам нужны вот такие мужики и стройненькие такие соколы, которые успевают как бы туда и сюда. И на Урал успел, и в Сибирь, и на Алтай, и в Крым. И столько, что из Крыма приехал. А потом скоро я в Омск еду. И как бы везде успеваешь, да? А с большой массой тела ты как бы не успеешь так. Как развалили Советский Союз? Вначале были плакаты западных поп-звезд. Музыка для поп-женщины. Западные супергерои. Сталлоне, Шварценеггер, Дольф Лунгрен. Понимаете? А потом развалился Советский Союз. Как восстановим сказочную Русь? Когда вы повесите на стену царя гороха. Тудух! Да, повесите. Вещего Олега нравится? Смотрите, какой вещий Олег. А? Герой. И тогда начнется и сказочная Русь проявляться. Женщины красивые у меня еще есть. Вот. Богиня Доля с путеводным клубочком. С яблочками, как я люблю. И все хорошие мужики любят. Значит. Богиня Леля. Богиня нежности, да? Весенней любви, нежности такой. Ласки такой, самой трепетной от женщины. Карта сказочной Руси. Правильно? Кто-то живет в Российской Федерации, а кто-то живет в сказочной Руси. А как понять, где ты живешь? Да ты сам выбираешь. Правильно? Я вот даже иду на ЖД вокзал, сумку забираю. И мне, когда сумку отдают, говорят. По щучьему велению, по вашему хотению, возьмите вашу сумку. Я такой, вот это да. Не стоит изгибаться под изменчивый мир, пусть лучший мир согнется под нас. Правильно? Да. Иван Царевич пришел на Красную площадь, смотрю храм Василия Блаженного. Думаю, это же храм Тридевятого Царства. Там вот этот золотой купол, солнышко. И вокруг него девять разноцветных куполов. Это как девять планет Солнечной системы. Да, первый круг. Вот. И прихожу в храм Василия Блаженного, храм Тридевятого Царства. И в каждой башне. О, с боги, в виде глаголи добро, есть, есть. Представляете, акустика какая, да? А энергетически он же со всей Русью связан, да? Его же не так просто построили там, это же древнейший самый храм. Иже и си на небеси, да светится имя твое, царь Горох. Да придет царь свет свой, царь Горох. Як уже на небеси, так и на земли. Да соберут все добрые люди свою матрешку. Да заведут хороводы, да запоют радостную песню. Воистину. Знаешь? Так, не надо никакого аминия. В конце надо говорить. Ура! Это. И так, девять башен пропел, и потом только пришли люди в черном и говорят мне, а что вы тут делаете? Я говорю, песни пою. А мне они говорят, люди в черном, а вы что, в каждом храме поете? Я говорю, угадали. Потому что я когда был на Соловках, это самая северная застава Руси, матушки. Там Соловецкий Кремль, он самый древний в России Кремль. Ему столько лет, и там башни вокруг Кремля, восемь башен, вот как я люблю, восемь праздников. И башни вот с таких камней. Я не понимаю, что за мужики? Вот с таких камней башни строили. Это же представляете? Вот такой камень поднять, встроить, и такие башни, они огромные. И их много. Это самый древний Кремль. И там, как я люблю, тройка, семерка, туз. То есть, первый храм, три купола, второй семь, и потом один с большим. Ну, как положено, тройка, семерка, туз. И я там проводил, семь дней с друзьями был, сказочными героями. Каждое утро пел, а там акустика божественная. Вот я один пою, как будто сорок человек. Там же купол, а потом рядом купол, купол, купол. Знаете, такие многокупольные такие пространства, когда один человек поет, как будто хор поет. Еще с таким призвоном, просто обалдеть. Я там проводился, мне и за утреннюю службу, и вечернюю. И ко мне пришли на седьмой день люди в черном. И спрашивают, а что вы тут делаете? Я говорю, пою. Что? Я говорю, буквицу. Ну, буквица, это же типа ихняя тема. А потом меня спрашивают, а вы благословение получили? Я такой, да, не задумываясь. Они так раз, все, тишина. Зависли. Я же в этом костюме был, понимаете? Я же не просто там, а как положено, при параде. И потом меня спрашивают, ну, благословение получили, да. А потом вопрос, от кого? Я говорю, от жизни. Оп, и убежали просто в ужасе. Все, ни одного вопроса больше ко мне. Понимаете? Поэтому я вам предлагаю тоже зажечь царя в голове. Стать сильными, уверенными, радостными. Понять, что это наша Русь-матушка, она нам принадлежит. Согласны? Да. Вести себя уверенно, дерзко. Да. Русские мужчины должны дерзко смотреть на мир, понимаешь? С таким слезким глядом, такой, знаешь? Наглости легкой. Легкой, радостной. Это древний русский взгляд. Все богатыри так на жизнь смотрели. Поэтому к нам особо и не лезли всякие. А когда лезли, отгребали. А от каждого из трех богатырей, да? То есть, люди добрые. Вот настало время прокачать свое жаре тело. Стать очень сильными. У меня друг один был. И есть. На Украине просто. Сейчас уже меньше общаемся. Он с 12-го года занялся провилом тоже. И такой вот, он еще высокий такой. Да, стройный такой, не толстый. Как я такой, худенький. И такие жилы у него такие. Рука, как эти. Когда вот на правило долго висишь, рука превращается, как в железный канат. Маленькие, тонкие жилы. Не мышца такая, одна большая, жирная. А десятки вот таких переплетающихся жил. То есть, рука вот как железо, понимаешь, становится. И хватка соответствующая. И вот однажды он на правило повисел. А когда уже люди реально на правило висят, они уже по часу висят в натяжке. Вот ты представь, час висишь, как струна натянут. Сильно. И потом такая вот сила просыпается, что ты реально, вот как богатыри, вот деревья вырывали. Да? Реально вот огромная сила просыпается. И он мне рассказывает, вот он справил с лес, такой весь, прямо пышет. Глаза вот такие по пятаку. В машину сел, едет, и тут его гаишник останавливает. Просто так. Он выходит на гаишника. Га! Гаишник на пять метров звуковой волной унесло. И он потом вот так в своей машине побежал. Понимаешь? Мой друг сел в машину и дальше поехал. Вы понимаете, тема какая? Что мужчины, вот настало время стать сильными. И когда ты сильный мужчина, ты идешь, и перед тобой жизнь, она вот так вот раздвигается. Вот когда у тебя сильно жаре тело, ты в метро заходишь. А там куча людей. Метро. Или на Красную площадь. Я вот заходил, куча людей. Ты идешь, и перед тобой народ расступается. Да? То есть полуметри от тебя никого нету. Потому что жаре тело, оно на несколько метров в стороны от каждого из нас. И это жаре тело можно сжать до полуметра, и оно становится плотным. Да? Плотным. Как броня. Ты идешь, и все как ударяются об твою броню, и расступаются перед тобой. Ты никого не касаешься в толпе. Точно так же жаре тело можно использовать для отпугивания комаров. То есть когда ты жаре тело, вот комаров много, ты его можешь сжать, и такой вокруг тебя энергетический кокон сильный. И комары летят, и они в него стукаются и улетают. Тоже это все основано на реальных событиях. Вот зачем еще жаре тело. А для женщин? Ну то же самое. Вы знаете, что есть жаркие женщины, которые часами могут танцевать и не уставать. Женщина должна быть тоже сильной, женской силой, нежной силой. Вот у нас есть одна знакомая, она много танцует, так? И вот она думала, что надо одевать, и нашла целую коллекцию, чтобы люди на хороводы по-человечески пришли. Еще и свою одежду одевают. Представляете, подход какой, да? Дело в том, что вот такие вот рукава назывались волшебные. Когда они вот здесь вот на резиночке, там собиралась сила. Широкие, да, очень. Вот так же, как штаны, да? Там тоже собирается сила. Мы с вами идем 7 верст до небес и все леса. Первая верста явье тело, узнать явный мир, видимый, который можно потрогать. Вторая верста жаре мир, это мир энергии. Где все переливается разными цветами, как вы вот видели, может, в фильме «Аватар». Помните, когда по природе шли, и все растения разными цветами. И в нашей природе земной тоже так. Почему мы это не видим? Потому что мы живем, как слепые котята. Народная мудрость говорит, смотри в оба, а зри в три. И когда откроется третий глаз, ты увидишь ауру. Жаре тело вокруг всех растений, животных, людей. Все в этой нашей природе, матушке земли, переливается. Но для этого надо смотреть в три. Да? Смотри в оба, зри в три. То есть третье наше тело – навье тело. Навье тело – мир информации. Там, где хранятся все варианты прошлого, будущего, настоящего. В сказках это волшебное зеркальце, тарелочка с голубой каемочкой. И отсюда известное слово у нас – снави-ведение, сновидение. Так? Потом есть такие слова. Наверняка. Навождение. Все это приходит из мира Нави. Пространство вариантов, вещего леса. Третье, четвертое верста, которой мы идем до небес – это клубье тело. Это пространство переплетения смыслов. Отсюда пошло узелковое письмо, путеводный клубочек. Вот я сейчас говорю, и здесь в пространстве плетется ковер смыслов. Мой клубье тело сплетается с вашим. И в пространстве плетется ковер красивый, если красиво говорится. Пятая верста. Царь в голове, видите, буква Ц начинается. Это мир сияния золотого солнышка, золотых колобков вокруг головы нас. Это уже выход на космический уровень тридевятого царства. Шестая верста – это выход на уровень звезд, путеводные звезды, на уровень волшебства, волшебного сияния звезд, оборончества, волшебных способностей, самоцветных камней, волшебных трав. Терлищ трава, сон трава, плакун трава. Травы, которые наделяют человека волшебными способностями. И седьмая верста – святие тела. Тело чистого белого света. Тело блаженства, благодарности и благодати. Когда мы до нее найдем, мы станем святыми людьми. И будем влиять на всю судьбу человечества. Некоторым кажется, что миром управляют Ротшильды. Но это невежественные люди, которые не понимают. Миром управляют святые люди, светоносные. Просто по божественному плану сейчас была ночь сварога. И поэтому было много таких кровожадных приключений. Много таких испытаний. Для того, чтобы мы могли стать героями, совершать подвиги. Как говорит поговорка народная. Зачем щука в реке, чтоб карась не дремал? Да? Нет лучшего способа прокачать богатыря, как прислать на нашу Русь страшного-страшного змея Горыныча с шестью головами. Что все штаны аж накладывают, когда его видят. Понимаешь? А богатырь выходит и побеждает его. Понимаешь? И вот она, сила-то появляется после такой победы. Согласны со мной? Да. Поэтому вот ночь сварога по божественному плану, она была нужна, чтобы человечество опустилось в материальность. И в то же время смогло совершить такие подвиги мощные, сильные, которые в других условиях невозможны. Но сейчас идет время духовного пробуждения, расцвета. Поэтому люди начинают интересоваться и буквицей. Мужчины наконец-то становятся бородатые. В Советском Союзе мало кто бороды носил. А сейчас большинство бородатых становится на фестивале этом, во всяком случае. Правильно? Раньше безбородые над нами ржали. Что ты там, борожатый, геолог зарос? А мы сейчас ржем над безбородыми. Да, бородатые? Да. Потому что это нормальный человеческий мужской вид. Женщины становятся снова волосы отпускают, перестают издеваться над ними, красить. Естественный цвет волос, глаз, лица. То есть все приходят к природе. Мужчины, женщины, дети. И для того, чтобы пройти эти семь верст. А почему вниз идут у нас буквицы? Потому что здесь образ получается глубинной книги. Мы открываем печати. Идя в глубину себя, мы приходим все равно к Духу Святому. Первую печать открываем, вторую. Вчера я рассказывал про явье тела, как привести его в порядок. Сегодня про жарье. И вот в русских народных сказках жарье тело – это жар цвет, жар птица, летучий корабль, сапоги-скороходы, когда ты бегаешь семимильными шагами, гусли-самогуды. Это все образы жарьего тела. Они красиво раскрываются. Вот в книге Ивана Царевича «Собери свою матрешку». Можно почитать. Но, конечно, по древней традиции, самая мощная передача мудрости идет устным словом. Из уст в уста. И услышать слова мудрого человека – это гораздо сильнее, чем прочитать 100 его книг. А увидеть его глаза – это еще в 100 раз сильнее, чем услышать его. Потому что большая часть мудрости передается из глаз в глаза. Молча. То есть лучами. Лучами разума. Вот из глаза лучаться. И большая часть мудрости передается из лучей глаз, а не из словом. Поэтому народная мудрость говорит четко. Слово серебро – молчание золото. Мы же молча смотрим. Да, вот молча. И вот до сих пор в Индии есть духовные учителя, которые вот так собирают людей и просто сидят и на них смотрят. Три часа молча. И люди такие – о, мы все поняли. До свидания. Да, это так. Поэтому, конечно, и устным словом производится изначальный засев мудрости. А когда уже вы книгу читаете, идет закрепление, чтобы уже более четко, структурно, последовательно пошло. А сейчас все получают заряд вдохновения через живое общение. И вот, когда у тебя жаре тело сильное, ты не идешь по жизни, а летишь. Жизнь у тебя яркая, отношения крепкие, как любовные, так и дружеские. У тебя хватает силы, чтобы сбывались все твои мечты. В молодецких забавах ты жаришь по полной. Вот. По древней традиции вот ребенок почему закричал? Тоже намек. Когда у тебя дети появляются, ты берешь своего ребенка и вот так – раз-два, раз-два, раз-два. Лучший аттракцион – это что? Батя. Ребенку приятно он качается, а у тебя бицепс растет. И ты должен, два ребенка, ты двумя вот так делаешь. Понимаешь, дети растут, бицепсы растут. Вот как прокачивается жаре тело по руссконародной культуре. И до какого возраста ты должен крутить своих детей, знаете, мужики? На руках носить. Правильно, пока не женишь. Женил дочку свою? И так, все, пусть муж крутит. Пусть муж крутит. Потому что женщин надо постоянно крутить. Недокрученная женщина – это страшное самое творение в мире. Поэтому в руссконародной культуре женщин постоянно накручивали в танцах. Да? Ты ее накрутил, и она такая – аааа. Все хорошо. А недокрученная женщина будет тебе мозг накручивать. Поняли? Поэтому вот русская культура народная основана на том, что постоянно надо было раскручивать женщин в танцах. Да? Для этого у тебя крутелка должна быть хорошая. Понимаешь? Слабая крутелка, женщина недокрученная, она будет искать другого крутильщика. Потому что каждая женщина мечтает быть раскручена по полной. Это естественное, природное желание. Но чтобы раскрутить свою женщину по полной, мужчина должен быть какой? Ядреный! Мужик! Так, кто подтягивается 14 раз? Подняли руки. Вот, вот, видите как? Мало мужиков? Кто 33? Вот, вот это да, трое подтягиваются. Три богатыря. Ну вообще вы крутые ребята. 33 раза. Итак, по народной традиции, если ты хочешь жениться, проверка какая, ты должен со своей женой, невестой, весной присесть сколько? 49 раз. Приседаешь, все. Это одно из испытаний. Таких испытаний много при свадебных. Почему маленькие? Можно жениться. 49 раз вы не можете со своей девушкой присесть. Все, вы друг другу не подходите. Или ты дистрофик, или она корова. Понимаешь? То есть, или тебе надо прокачиваться, или худеть. Но чтобы была вот эта состыковочка, да, она как раз проверяется вот в таких простых вещах. Присесть, в танце ее раскрутил, так что ты ее крутишь, а она крутится. Потому что, видите, иногда в танцах такие каменные бабы попадаются. Ты ее крутишь, а у нее такая рука. И она такая, сейчас, вон, я крутану. Понимаешь? Вот это сопротивление мужчине идет, сопротивление жизни. Конечно, такая женщина никогда себе не найдет хорошего мужчину, пока она сама каменная баба. Потому что женская энергия – это нежность, податливость, согласие, смирение. Мужчина крутит, а ты крутишься и наслаждаешься. И высшее счастье женщины – найти правильного крутильщика. И называть его «Ну ты мой крутой». Вот так жарье тело прокачивается. Поэтому, видите, танцы, хороводы, народные игры, молодецкие забавы – вот это главная часть для того, чтобы развивать свое жарье тело. Чтобы делать его сильным, мощным, ярким. Показатель яркого жарьего тела – это звонкий голос. Ты можешь взять и в любой момент жизни крикнуть вот так. «Эй, Петровна!» «Эй, Петровна!» Поэтому научиться орать. Здесь, наверное, есть мастер-классы по раскрытию голоса. Красиво говорить, красиво петь – это наиважнейшая часть для развития жарьего тела. И вот заметьте, у кого самое сильное жарье тело? У детей и у спортсменов в наши дни, да? То есть ребенок прыгает, бегает целый день. У тебя уже глаза устали на него смотреть, понимаешь, а он еще весь жарит. Понимаешь, какой ты слабый, веловатый взрослый, что у тебя даже глаза устали смотреть на бег ребенка. Он все бегает, а энергия не кончается. Поняли тему? То есть когда ты подключаешься к потоку энергии, а ведь вселенная, постоянно через нее течет вот эта река силы, река жизни, живо. Поэтому первая буква живо называется, живо вот. Эта река постоянно течет. И ты в эту реку просто входишь, и вот эта река жизни постоянно тебя несет, тебе энергия не кончается. Ты можешь часами танцевать, часами в молодецких забавах участвовать, трудиться физически и не уставать. Усталость – это нездоровая тема. Кто устает, тот просто и является извращенцем. То есть что такое извращенец? Тот, кто выпал из вселенского вращения. То есть во вселенной все вращается. Видите, звезды вращаются, очевидно, вокруг полярной звезды нашей. Так? Солнышко вращается, земля вращается, пчелка вращается вокруг цветка. Как ребенок садится на стул маленький. Он вот так вот идет, вот так идет, вот так вот раз и на стул сел. Вы видели такую тему? Да. Потому что вот, вот она божественная тема – это уметь красиво вращаться, стать вращенцами, стать крутыми, войти в эту реку жизни, и через тебя будет бесконечно течь поток этой силы земной и небесной. Ты просто будешь переть, как танк. Вот Иван Царевич проводит сказочные фестивали. Мы встаем на рассвете, на сказочных фестивалях, в 6 утра. Народные игры, потом танцы, хороводы, сказки, потом молодецкие забавы. Я в них целиком, тотально участвую. И так с 6 до 10 вечера. И так неделю. С утра до вечера без остановок. Понимаешь? Вот, приезжайте на сказочный фестиваль, проверьте себе, потянете вы такое или нет. Настоящий вы человек или еще так, веловаты, как я говорю. Расскажи, Иван Царевич, когда, где проходят? Ну, сказочные фестивали проходят регулярно, поэтому на моей странице ВКонтакте ищите Левшунов, Георгий. И там у меня расписание семинаров и сказочных фестивалей. Приезжайте, ну и здесь участвуйте. Значит, смотрите, показатель яркого, сильного, жарьего тела. То, что у человека яркий, звонкий голос. У него энергичное движение. Человек одевает яркую одежду. Вот заметьте, сейчас людям принято блеклую одежду носить, потому что блеклое, жарье тело. Люди слабоватые стали. А заметьте, те люди, у которых прет энергия, прет здоровье, носят яркую одежду. Кто это? Спортсмены и дети. Вы заметили, что детей в яркую одежду одевают, правильно? И спортсмены любят ярко-красный, ярко-синий, ярко-желтый. Потому что жарье тело, это как раз вот эти все цвета радуги в ярком виде. А когда вы такой веловатый человек, встал такой, пошел, послушал одну лекцию, вторую, третью, дошел до Жанэ, опустил туда одну ножку, вторую. И такой, какой-то фестиваль неинтересный. Конечно, интересная жизнь только у жарких людей, когда у тебя энергия прет, здоровье прет, глаза горят. Жить интересно в любом месте. А здесь еще интереснее, потому что здесь куча чудиков. С кем поведешься, от того и наберешься. Смотри, тут же ни одного нормального человека, правильно? Ко мне нормальные не ходят. Они сидят сейчас возле телевизора, ВКонтакте зависают, на Ютьюбе каналчик смотрят какой-нибудь очередной. Или свой ведут. Битва за подписчиков. Раньше была битва за прихожан в церкви, сейчас битва за подписчиков на Ютьюбе. Почему человек выбирает одежду того или иного цвета? То, что ему соответствует, интуитивно. Поэтому давайте переходим на яркую жизнь. Видите, сколько людей тут в серой одежде, какие-то блеклые тона непонятные. Раскрасочки всякие, цветочки. То есть, наша культура, вот кто гармонично мыслит, одевает вот эти раскраски одежды красивые. Да, вот сарафанты показывала. Красивые, да, цветочка, вышивка. А у вас вот этот хаос цветов. Вот это вот, вот это вот хаки. Вот эти какие-то полосочки, какие-то вот эти цвета. Ну, еще здесь более-менее, да. Но вот этот американский стиль, вот эти непонятные рисуночки. Чувствуете? И вы портите свою энергетику этими непонятными рисуночками. То есть, природные формы, горошек. Это очень важно. То есть, заметьте, почему славяне вот тут всегда носили на груди всякие обереги, правильно? Весюльки тут были такие всякие. Раз, у женщин бусы там, у мужчин просто какой-нибудь оберег такой. Да, тут находится сердце, кто не знает. И вот идет поток жизни на тебя. Вот этим вот символом он преобразуется. И входит измененный поток символом. А когда у тебя вот здесь надпись американская какая-нибудь «Tonight» или еще вон какой-нибудь «Destroy». Вот представь, он носит на груди, и у него написано «Destroy». «Destroy» – это разрушение на русский переводится. На сердце носит. Вот чувствуете, вот какая вот пропаганда идет и опасная тема. Хочешь быть здоровым, у тебя может быть только надпись на русском написана «БО-ГА-ТЫРЬ». И тут, понимаешь, изображение богатыря, кто читать не умеет. Такие надписи можно носить, понимаешь? А вот это вот американщина, этот язык гадский. Американский язык гадский. Почему? Американцы молятся гадам, змеям Горынычам. Они как говорят? «О, мой гад». Так, мы, когда нам нужна помощь, мы говорим «О, Боже!». Мы призываем божественный огонь жизни. А эти «О, мой гад». Постоянно молятся гадам, и, соответственно, очевидно, что они на гадовые работают. Вот от американцев что идет? Огонь и дым. Ну, как от змеев Горынычей, правильно? У змея Горыныча много голов, и у американцев много военных баз. Чувствуете, вот он, змея Горыныч, современный, которым нам, русским богатырям, надо одолеть! Согласен? Да. Олег Антонов тоже здесь у нас выступает, мой друг из Гомеля. Рассказываешь про астрологию, да? Да, рассказываю про астрологию, про йогу, про веды с такой, как сказать, правильной точки зрения. То есть, без искажений, которые в ведические учения вкладывают нынче всякие товарищи, засланные казачки. Торусу новых, которые? Да. Можно поподробнее? Засланные казачки, это что в славянском движении уже нет? Нет, они не в славянском движении, они в ведическое движение, индийское, искажают очень сильно. Но среди нас они тоже есть. Ну, конечно, есть. Поэтому смотри в оба, озри в три. Результат налицо. Надо любить их просто. Любить. Вот человек и расскажет. Благодарю тебя. Серый волк, иди сюда, покажем, как богатыри здороваются. То есть, как богатыри поддерживали форму? Они не так? Сейчас мужчины здороваются, смотрите, вот так. Здравствуй, здравствуй. Ну, что это за мужчины, во-первых? Во-вторых, смотрите, где руки? На уровне вот этой чакры. Кто кого поимеет? То есть, поэтому отношения сейчас на конкуренциях, кто кого подсидит, обманет. Вот русичи здороваются вот так, подходят так, смотрят ярым взглядом, как бы проверочка. Ты веловата или вы? Выдержишь мой взгляд или нет? Подходят так. И пошел бодрячок. И заметьте, отношения на уровне вот солнечного сплетения сердца, поняли? Возвышенные. То есть, это очень важно. Где руки, там и внимание. Где руки, там энергия. А когда мы бьем по плечу, дай мне по плечу. Вот здесь идет перуница, вот видите, перуница, да, молния. И мы друг друга подзаряжаем очень сильно, такой прилив сил пошел. Вы даже сами взбодрились тут. Есть такое? Да. Давай-ка еще взбодрим. Отходи. Смотри на меня ярым взглядом. Ярым взглядом. Девица более нежно. Благодарю. Девица. Девица. Там чудеса природы, деревья, вот такие. Людей древних, древних, древних. Очень древних. Как они? Ну вот секретик. Вот к нему подойдете, он может в ушко вам расскажет, если вы будете внушать доверие. Есть такие темы, которые всем не рассказывают. И послушайте, вот она наша программа жизни на 49 лет. Потом она повторяется на новом витке эволюции. То есть за 49 лет ты круг делаешь, а потом переходишь на новый виток эволюции, если достоин. Если ты деградируешь, ты круг прошел и в 50 лет ввинчиваешься вниз в материальность. Выпали зубы, седые волосы. Вот. А кто? Развивается по буквице. Есть наглядные примеры у староверов. В 50 лет новые зубы в подарок. То есть вот 49 лет идет развитие семи тел, каждое тело по 7 лет. В 50 лет ты переходишь снова на букву АС. Я в Е тело. И вот у староверов большинства настоящих, которых вы никогда ни в интернете не увидите, ни книг про них нету. Их только можно увидеть вживую и только из глаз в глаза узнать то, что я вам сейчас говорю. Как положено. У них по 16 детей. У них женщины рожают, пока живут. Есть только уважительная причина не рожать. Смерть. Поняла? Да. А не то, что сейчас такие женщины виловатые. Вот она до 50 рожает, а потом я уже все. Я уже булочка. В форме надо быть хорошей, как всегда. У староверов вообще женщина начинает превращаться в булку. И ей муж говорит, так, через 40 дней не похудеешь, разведусь. И как бы все стройные ходят. Все. И мужики там ядреные очень, конечно. И женщины, как положено. Вот. Мой друг идет на дискотеку к этим староверам. Ну, под баянчик древнерусскую. И говорит, вот так вот за 200 метров смотришь на женщин, и непонятно, какой женщине 20 лет, какой 50, какой 120. У всех фигуры одинаковые, красивые. Волосы длинные. Вот у меня прабабушка была. Одна прабабушка волосы до колена, вторая прабабушка волосы до пят. Косой это все сплетается. Вот он на дискотеку говорит, только когда близко подходишь, вот так в лицо посмотришь, видно, это постарше, это помоложе. И вот у этих староверов, которые я говорю, вот у них с 50 по 57 лет по природному плану божественному, как положено, для всех людей, которые вращенцы, которые вписываются в правильные природные ритмы, живут по заповедям природы матушки. С 50 по 57 лет новые зубы в подарок. То есть должны выпадать в это время зубы и вырастать новые. Почему у большинства людей сейчас этого нету? Да потому что у вас не хватает живы, энергии жизни, вот живо, видите, живо, вот буква, живо, вот. То есть когда вот ты настоящий ядреный мужик, когда ты вот змей Горыныча можешь победить, на коня сесть скакать, подтягиваться достаточное количество раз, подъем с переворотом. Медведю можешь втык дать, если надо. Ну медведи на хороших людей не нападают, конечно, только на плохих. Вот, тогда у тебя достаточно жизненной силы и зубы эти растут. Потому что хватает, как говорят по-простому, здоровья. А если у тебя здоровья нет, у тебя вот этой жизненной силы только хватает, чтобы сердце стучало, почки там еле двигались, понимаешь? Легкие шевелились. А на остальное все нету, нету здоровья. Здоровье это же как деньги. У кого-то 100 рублей, у кого-то 1000, у кого-то миллион, миллиард. Так и со здоровьем, понимаете, силой жизни. И вот инструкция по овладению жарьим телом такая. Живот, делу, земля, иже, иже, и нить. И вот в начале строчки, в каждой буквице, божественная семечка садится в человека. В 7 лет садится семечка, в 14, в 21, в 28, в 35, в 42, в 7 лет садится семечка живы. И к 14 лет это семечко должно дойти до состояния герфь. Что такое герфь? Герфь это когда мужчина, герой, налитый весь такой мышцами, вот как Аполлон. И вот заметьте, самый лучший рост мышц, самый правильный идет с 8 до 14 лет. Если в этом возрасте ты не наращивал как следует, то в других уже это гораздо сложнее сделать. Дорогая ложка к обеду. А к 14 летам девушка должна быть какая? Налитая с яблочками. Вся такая налитая попка, сочные яблоки здесь, сочные яблоки здесь серебряные, и сочные яблоки здесь золотые щеки. А во лбу звезда горит, седьмое яблоко, шишковидная железа в центре головы должна надуться. Сморченные эти изюминки нам не надо. Надо виноградинки. Сморченная изюминка в женщине, говорят, в женщине должна быть изюминка. Это темные женщины, соблазнительные, которые мужчин с истинного пути сбивают. А светлая женщина, в которой расширяется яблочко внутри, в центре головы поспевает. Шишковидная железа, похожая на яблочко сорта синап. Такую форму уже имеет, можете найти, посмотреть. И вот это яблочко надувается, внутри становится сочное. И вот эта вот сочность женщины, это самое ее главное достоинство. И заметьте, некоторые думают, чем больше, тем лучше. Я говорю, не булкой должна быть или батонной нарастить, а яблочки. Разницу понимаете? То есть яблочки, сочность должна быть. Вот эта сочность для того, чтобы рождать здоровых детей. Вот эта вот сочность должна быть, чтобы уметь любить. Когда говорят, откуда сочная женщина? Она не накопила достаточно сока, чтобы проявлять сердечность, когда грудь маленькая или вдавленная. Когда женщина готова любить, когда готова поделиться сердечностью, вот у нее грудь открывается, она красивая и сочная становится. Соски радостно смотрят вперед или вверх. То есть вот энергия, она идет вперед или на подъем, понимаешь? Вот она, энергия идет. Щеки должны быть сочные, здоровые от румянца. Достаточно красных кровяных целец в крови, а не бледнолицая. Бледнолицая с зелеными щеками женщина, это как незрелое яблоко. Ее нельзя трогать. Ну то есть иногда, вот знаете, вот весна закончилась, лето настало, хочется яблочек, а яблок нет. И ты берешь яблоко это с ветки срываешь, оно кислое, и ты ешь такой, давишься, но это же первое яблоко и съедаешь. Так и с женщинами. Лучше зеленые яблоки не есть. Подождать, пока она созреет, вся такая сочная, налитая. Тогда и отношения будут яркие, интересные, и дети будут здоровые. То есть у женщины семь яблочек, показатели развитого жарьего тела, наливные. И яблочки эти перед свадьбой мужчина должен применять. Как? Прикладными методами. Вот говорят, в семье должно быть рукоприкладство. Современные люди шугаются от этого. Но заметьте, слово рукоприкладство происходит от слова чего? Лад. Клад. Руками находишь клад. Руками достигаешь состояния лада. Понимаете? То есть изначально это позитивное, доброе понятие рукоприкладства. Приводить в состояние лада. И вот перед свадьбой надо ущипнуть ее за попку. Вот так, хорошенечко, хорошей мужской хваткой. Если она такая, ой, хорошо, значит созрела. А если ты ее ущипнул сильно-сильно, а болит, все, не созрело. Потому что когда здесь есть зажатости в медном царстве, то есть есть болевые ощущения, значит энергия жизни там течет, течет, а потом такая, эээ, и не течет. И вот такая женщина, она когда будет рожать, она такая, ой, мне так больно, я умираю, аа. Нафиг тебе такие роды принимать, знаешь, ты сам там кокнешься. А если у нее здесь энергия жизни течет легко, все замешано, а женщина как раз до свадьбы должна замесить себе яблочки. Женщина ладушка, ладонями тут яблочки замесить, эти яблочки замесить, эти яблочки замесить. Вот, короче, здесь, когда хорошие яблочки, все, будет рожать легко, красиво, здоровых детей. Дальше ее надо перед свадьбой ущипнуть за грудь, тоже так. Вот, ну перед свадьбой же можно, надо же проверить, до, а не после. Это правильно. Так, ущипнула, если за груди ей больно, там в груди есть какие-то твердые места зажатости, значит, она не готова полностью любить. То есть, она вот это любит, любит, а это нет. Вот это я не могу принять, у меня тут энергия жизни не течет. Нафиг тебе такая женщина. Вот, поэтому в груди все должно быть мягко. Это говорит, что женщина замесила свою сердечность и готова ей поделиться. Вот. И за щеку щипаешь. Ну, я немножко последовательность поменял. Вначале ее щипаем за щеку. Это когда познакомился, можно. Потом, да. Потом, значит, уже когда помолвка, уже можно ущипнуть, проверить за грудь. И уже там перед свадьбой за попу. Ну, все три царства проверим. Свадьбы не в руках. Да? Так лучше, чтобы свадьбы не было, чем жениться по сто раз. Вы поймите, русская народная культура, она очень жесткая. Вот мы все больны вот этой толерантностью. Ой, ой, все такое, все, все, ля-ля. Мужчины такие виловатые. Женщины такие твердолобые со сковородками бегают. И как бы мир идет под откос. Женщины еще что. Вот, например, здесь сидят распущенные женщины. Вот, волосы вот так просто распустили и пошла. Когда женщина так себя ведет, она соблазняет мужчину, как говорится, на нижние чакры. Мужчина начинает смотреть на нее, как на самку. Поэтому старейщины рода никогда не допускали, чтобы по деревне ходили вот такие распущенные женщины. Возле каждого дома ей давали пендель. Бородатые мужики, там деды, прадеды. Она летела до следующего дома, там ей еще пендель. И, короче, по всей деревне пролетела. И она на всю жизнь запомнила, что надо очелье носить или косу заплетать, да, или платочек одевать. Это правильно. И тогда мужчина правильный поток энергии получает, когда он на нее смотрит. Возвышенный поток, а не понижающий поток. Иван Царевич, а в Ведической Руси, наоборот, у женщины, девушки распущенные волосами ходили. А потом, когда замуж ходили, они запитали косы. Так они до... Распущенные недопустимы. Распущенными можно ходить до 8 лет. То есть вот девочке до 8 лет еще, не началось созревание. Вот они могут бегать с простоволосой, это называется, простоволосой. Девушке в половозрелом возрасте недопустимо ходить распущенными. Когда ты идешь с распущенными волосами, ты огромное количество энергии излучаешь. Чувствуете, вот когда такой, сразу как другой поток идет, да? Так сильнее. Но и в это же время с распущенными волосами ты огромный поток и принимаешь во много раз больше. И вот когда еще девушка, которая не научилась владеть своей энергетикой, идет по улице распущенная, она собирает все взгляды похотливые мужчин, и может ли она это все переработать? Хватит ли у нее и разума, и осознанности, и энергетики? Любимого своего возрасте у вас нет? Дома можно ходить. Я говорю, про улицы нельзя ходить. Дома, да. Вот мне мужчина один рассказывал, говорит, такие вот я ощущения необычные испытал. Вот в Индии все женщины ходят, это, волосы спрятаны. И заметьте, в Индии до сих пор хорошая рождаемость, более крепкие семьи у нас. Там женщины ходят, волосы спрятаны. Поняли намек? Во-первых. Во-вторых, говорит, вот я жил в одной индусской семье, так, ну как друг семьи. И приходят, вечером семья собирается, приходит отец семейства, жена приходит, дочки. И вот все женщины приходят домой и распускают волосы. Жена его распускает, дочки, и говорит, и весь дом наполняется вот такой силой, прямо оно чувствуется. Да, вот как что-то такое волшебное по дому распускается. Когда женщина целый день накапливала энергию, а потом домой пришла, вот так распустила, и вот так все, что-то особым наполнился дом, особой силой обережности. Поэтому женская сила это беречь себя, а когда надо, вот эту сбереженную силу отдавать. А распущенная женщина, она отдает свою силу всем подряд. И, конечно же, ей остается потом ничего. Также, женщины с открытыми подмышками недопустимо. Это все равно, что голая по улице ходишь. Опять же, возле каждого дома бы пендель получала. И так через всю деревню прошла и в следующий раз знала. Нету русских народных костюмов, где бы были голые подмышки. И сразу же исчезает вопрос, брить подмышки или нет. Оставьте ваши подмышки в покое. Если волосы где-то растут, значит они там нужны. Правильно? Природа не дала ничего лишнего. Волосы подмышками отвечают за привлечение противоположного пола. Кто бреет волосы подмышками, у того нет ни одного шанса встретить суженого. Потому что узнавание суженого идет, соображая на троих по-древнерусски. Первое, внешний вид. Вот женщины волосы перекрасили. Он смотрит, она не она, она не она, она не она. Запутался. Второе, узнавание суженого идет по запаху. Ты уже подошел к ней, принюхиваешься. И опять же, запах тут французские духи. А французские духи делают на моче французских бабушек из домов престарелых. Это я вам сведения даю из первоисточников. Моча вот этих старых женщин, она дает качество устойчивости запаха. Чтобы вон долго-долго пахли эти духи или одеколон. И ты как бы принюхался, пахнет старой французской бабушкой. Вот. И третье, ты ее щупаешь. То есть узнавание суженого всегда происходит на трех уровнях. Первое, как выглядит. Второе, по запаху. И третье, потрогал. И когда трогаешь, приятные ощущения или неприятные, пошла искра, когда дотронулись друг к другу, да, руками в танце, в хороводе, или не пошла. И вот эти три уровня, они должны быть какие? Чистые. Чистые. Вот как природа матушка запустила. Чистое тело, правильное тело. Мужчина похож на мужчину, женщина на женщину. Естественный человеческий запах. Когда ты пышешь здоровье, ты приятно пахнешь. Когда ты воняешь из-под мышек, у тебя гниет печень, гниет почки. Вонь из-под мышек, это ненормальная тема. Это из-за того, что у вас неправильное питание. Неправильный образ жизни. У вас гниет внутренние органы, поэтому воняют подмышки. Есть такой анекдот про двух сыроедов. Встречается два сыроеда, один другому говорит, слушай, ты так вкусно пахнешь. Ты что, духами подушился? Он говорит, да нет, я просто в душ не сходил. И это правда. Вот я видел много людей уже, сыроедов, кто переходит на здоровое питание. У людей появляется приятный запах. Потому что органы внутренние здоровые. Поэтому надо не бороться со следствием. Гниет печень, а ты просто помылся и надушился. Надо как-то разобраться, чтобы ты гнить перестал. Понимаешь? Сидые волосы у человека должны появляться в 300 лет. Кто сидит раньше, преждевременное сидение. Понятно? Опять же, то, что издеваешься над телом своим. Вон Алфеич, показатель. Я таких несколько человек знаю. У него были седые волосы. И человек, когда начинает заниматься здоровьем, вдруг седые волосы становятся как в молодости, окрашенными. Поняли? Как только энергию живы в себе. Раскрыл, поднял. Все. Зубы начинают расти, волосы окрашиваться. Все решается. Гибкость появляется. Дети рождаются. Вот сейчас у многих женщин проблема, что рожать не могут. Да, такая тема, что сейчас... Почему это? ЭКО ввели, вот это оплодотворение. Родить трудно. Да, это простая причина. Не хватает энергии жизни живы. Прокачай женщину, прокачай мужчину. И когда они такие ядреные, они такие... БА! И все хорошо. И роди богатыря мне к сходу сентября. А когда мужчина такой... Тю-тю-тю-тю... Такая мебель в доме. Деньги приносит. Когда женщина вся такая... Здесь больно, здесь больно, здесь больно. И как бы... Ой, мы родить не можем. Какие-то генетические недостатки. Всех на танцы, на хороводы, спорт, физкультура, здоровое питание. Правильно? Энергии жизни набрался, чтобы ты пышал здоровьем весь. 7 качеств для развития жарьего тела. Первое. Запустить энергию жизни. Для этого жарить по полной. Рано вставать. Делать зарядку. Регулярно участвовать в танцах, хороводах. Заниматься спортом, молодецкими забами. Вторая буквица ЗИЛО. Гнуться ЗИЛО, как змея. Буквица ЗИЛО на змею похожа. То есть сейчас заниматься хатха-йогой, белояром, растяжкой на правила. То есть ЗИЛО гнуться. Это значит очень гнуться. То есть вот это все упражнения по гибкости, гимнастике. Гимнастика это гин, аса, тика. В движении. Так? То есть вот это вот все обязательно для обретения второго качества жарьего тела, которое называется ЗИЛО. ЗИЛО гнуться. Быть гибким. Третье качество жарьего тела – земля. Что такое земля? Вставай. Человек должен всегда крепко стоять на ногах. В жизни бывают неожиданные удары судьбы, правильно? Ты такой только поднимаешься, у тебя жизнь бах, а ты стоишь. То есть ЗИЛО – это крепко стать на ноги. И мужчинам, и женщинам. Вот заметьте, когда ураган идет, сильный ветер такой, стоят дубы, ну деревья, и они такие… И не падают. Вот. И тот же ураган идет, рядом растут березки, и они такие… И тоже стоят. Поэтому все должны крепко стоять на ногах, и мужчины, и женщины. У женщин сейчас такой стереотип – я хрупкая, беззащитная женщина, мне надо такой мужчины, чтобы я как за каменной стеной с ним была. И вот представь, ты найдешь себе такого богатыря ядреного, такого… Вон Змея Горыныча очередного победил, домой весь приходит радостный. Жена! Я Змея победил! Раз тебя обнял, так… А ты крякнула. Обидно? Понимаешь? То есть, если ты хочешь мужчину, богатыря-то должна быть какая? Сочная, упругая такая вся. И он тебя так обнял, и ты так… О, он меня крепко любит. Всегда запомните крепкие объятия, крепкая любовь. А если мужчина такой… Чё-чё-чё-чё, ты моя хорошенькая, ты мой зайчик. Это нездоровые отношения. А он такие мужчины сейчас… Посылать этих мужчин всех. Мы не посылаем. Лесом. Посылать их к черту. К Ивану Царевичу, на хороводу. К черту к Ивану Царевичу. А Иван Царевич – черт. Черти – это древнерусские мурдерецы, от них произошли чертежники. Они умеют четко мыслить. Понимаешь? Четкость. Чертежники. Вот. Я говорю, и все понятно. Да? Лес, а если девушка скажет, что ты слишком грубый? Я говорю не про грубость. Конечно, быть таким… Это недопустимо. Я говорю о добрых молодцах, которые в танцах могут передевиться и выделываться, красиво танцевать. И при этом ее подхватить на руки. И она прямо чувствует, как ее вот эта сама сила мужская подхватила. Конечно же, нежное обращение с женщинами. И в то же время крепкое, понимаете? То есть, ты ее взял, нежно ты ее держишь, но она прямо чувствует, как океан силы ее на руках держит. Хотите, женщины, такого мужчины? Да. Конечно, речь не идет о вот таких грубоватых мужланах, которые… Такие тоже посылайте лесом их. Я говорю о добрых молодцах. У доброго молодца должно быть семь колов. Не гнуться, не мнуться. Один кол – одна нога, второй – вот эта нога, третий кол посередине, четвертый кол – позвоночник, пятый, шестой и седьмой – шея. И вот эти колы надо у мужиков проверять. И если эти колы не гнутся, не мнутся, значит мужик настоящий, ядреный, можно брать в хозяйстве, пригодится. Вот. Если один из этих колов гнется и мнется, то все пропало. Так, иди сюда, серый волк. Так, натяни, серый волк. Руки тоже вниз. Прижал. Сейчас проверяем, ты гнешься или мнешься. Натянулся? Сильно? Сильно. Тут я его хорошо гнул. Молодец! Хорошо! Вставай! Гнешься? Садись. Второй. Встал! Натянулся! Попробуй меня погнуть. А че я не попробую? Молодец! Благодарю! Мужик должен стоять колом всегда. Значит, следующая буквица ИЖ. Это что? Равновесие. Потому что у тебя вот тут все выстраивается. И она, когда рожала третьего ребенка, она испытывала оргазм. Понимаешь? Здоровая женщина – оргазм в подарок. В природах. Да? Больная женщина, ты такая рожаешь. Ай, я умираю. Ай, как больно. Это ненормально. Женщина в награду за роды всегда должна получать оргазм. Но для этого надо стать женщиной. Нежной, радостной, сильной, жаркой. Все замешано вот здесь должно быть. Вот тут. Чтобы оно все... И вот как Татьяна Русь говорила. Поехали! Он так. Опаньки! И поехал. Раз приняли, все. То есть вот естественный ход событий. Вот заметьте, женщины и мужчины, простая тема. Великая сдача вот этой силы жизни, которая называется живо. Вот когда женщина беременная, у нее в животе растет ребенок. И женщина, она же не думает, так, у меня в животе растет ребенок. Сейчас я ему выращиваю печень. Сегодня выращиваем его почки. Так, сегодня ноги растут. Правильно? Ты же не контролируешь. Для того, чтобы ребенок рос в животе, женщине надо просто правильно питаться, много гулять, слушать хорошую музыку, общаться с хорошими людьми, да? И само собой все вырастает. И точно так же, когда женщина отдается вот этой великой силе естественного хода событий жизни, точно так же и роды идут естественным легким путем. Да? Просто вот высшее счастье человека отдаться силе жизни, естественному ходу событий. Тогда твоя жизнь становится скатертью дорожка. Ты приходишь, а тебя ждут. Ты приходишь, а тебя рады видеть. Представляете, как приятно так жить. А почему большинство людей сейчас страдают, парятся по жизни, мало денег зарабатывают, там, мало любви? Потому что вы идете не в свои миры. Вот для вас судьба счастливая расстелила жизнь скатертью дорожка. Вот она дорожка по лесу, и она вот так идет. А вы вместо этого идете и в дебри пошли. А тут ежевика, малина, вы такие боретесь с жизненными обстоятельствами. Топорик достали, прорубаете себе. Потом говорите, да, жизнь это сложная штука, там, сражаетесь с обстоятельствами. Это извращение. Так жить не обязательно. Надо восстановить, как минимум, свои четыре тела. Явье, жарье, навье, клубье. И как бы идешь такое по жизни, и видишь, а вот она моя дорожечка. Идешь по этой дорожке, малинку собираешь, клубнички, дорожка уже проложена богами и счастливой судьбой. Вот, потом ты смотришь, ага, путеводный камень, почитал, что там написано. Потому что иногда дается выбор, три дорожки, да? Выбрал по названию, куда тебе захотелось. Дальше пошел. То есть, естественный ход событий. И такая жизнь есть для каждого человека. Надо просто стать каким человеком? Первое. Красивым. И по одежде, и по телу, и по улыбке, и по словам. Второе. Чтобы так пойти, надо стать здоровым. Чтобы у тебя вот это вот, жарье тела было сильное, здоровье вагон. Ты как жар птица, ты не идешь по жизни, а летишь. Третье. Надо стать замечательным человеком. Замечательный человек, наблюдательный человек. Замечательный, это тот, кто замечает. Ага, вот путеводный камень. Ага, вот она тропинка. То есть, замечательный человек видит в себе намеки судьбы. Об этом я буду завтра говорить. Как стать замечательным. И четвертое. Чтобы пойти скатертью дорожку, вот минимум надо четыре качества. Красивый, здоровый, замечательный. И четвертое какой? Добрый. Радостный. Крутой. Клубе тела, который отвечает за путеводный клубочек, чувствование путей. А смысленный человек, который понимает смысл происходящего. Как это, причинно-следственные связи, да, переплетение смыслов. Как это связано с этим? А почему это произошло? А что я сделал, что вот это случилось? А что надо сделать, чтобы это? Вот это переплетение смыслов, переплетение мыслей. Вот это осознание, осмысленность. Вот в этом переплетении жизненных ситуаций, путей, тропинок, встреч. Осмысленность. Это четвертое качество. То есть, минимум четыре качества, чтобы стать счастливым человеком. Стать на свой путь, выполнять предназначение. Жить счастливой судьбой. О четвертом качестве я буду рассказывать послезавтра. То есть, каждый день прорабатываем одно из семи наших тел. Экзамен на буквицу земля. Я вам показывал. Это когда мужчину толкают со всех сторон, много мужчин, а он не падает. То есть, по-всячески его толкают, а он должен выдержать и выстоять на ногах. Экзамен на зело – это несколько упражнений хатха-йохи самых сложных, да. То есть, гнуться здесь, в ногах, гнуться в туловище, гнуться в руках, гнуться в голове. Тогда зело проработано, да. Живот, экзамен тоже живо. Вот. Сколько раз присел, Иван Саревич, максимально? Кто угадает? Полторы тысячи раз. Все? Разбежка большая. Сорок девять раз полторы тысячи. Тысяча из-за. Четыреста раз я присел. А я семьсот пятьдесят. Вот, молодец. Вот живо, вот. За раз? Минимум четыреста раз надо присесть за раз. Я присел, и ты присядешь. Три часа приседаешь. Ну, на море делать нечем, я приседаю. Ну, я тоже больше присел, но уже как-то надоело приседать. Смотрите, когда капилляры чистые, когда кровь чистая, ты приседаешь, нет усталости в ногах. Когда капилляры забиты, кровь грязная, то очень быстро приходит мышечная усталость. Понимаете, тема какая? То есть, речь идёт не только в накачке мышц, а ещё в чистоте крови, сосудов. И эти все качества открываются по годам. То есть, живо просыпается в восемь лет, в девять лет просыпается гибкость, поэтому обязательно в это время детей надо давать на экзамен, на акробатику, на хатха-йогу, на все вещи, где занимаются гибкостью усиленно. Вот, в десять лет открывается качество земли. Поэтому вот уже мужчин надо на борьбу, да, чтобы вот на борьбе первым делом что учат? Стоять крепко на ногах, да, вот борцы борются, и надо вот устоять тебе, шатает по-всячески, а ты должен устоять. В одиннадцать лет просыпается качество иже, равновесие, его надо доработать. То есть, раньше и сейчас по-правильному, на каждый день рождения ты должен сдавать экзамен друзьям и родственникам на это качество. Вот исполнилось тебе одиннадцать лет, я сейчас напишу книгу на эту тему, и там прямо будет написано испытание, которое ты должен очевидно сдать перед родственниками. сдал, значит, ты правильно прожил этот год. Ну и, конечно же, об этом экзамене ты заранее знаешь, да, у тебя десять лет исполнилось, тебе говорят в одиннадцать, к одиннадцати летам ты должен научиться то-то, то-то, то-то. Ты целый год тренируешься и на день рождения сдаешь экзамен, понимаете? То есть, опять же, осмысленное наполнение времени. Люди сейчас что со временем делают? Люди время проводят, люди время теряют, а правильно надо время наполнять. Наполнять смыслами, наполнять радостью, наполнять осознанностью, любовью. Вот мы сейчас с вами вместе время наполняем, да? Когда ты в контакте зависаешь, ты его теряешь. Когда ты ходишь на какие-то незначительные мероприятия, ты время проводишь. На развлечения, да? Как проводишь. И ценность человеческой жизни до смерти как раз определяется наполненным смыслом за все время, что он провел на земле. Так. Ижеи, и с точкой. Сейчас нету в русском языке. И как раз потеряна ровная осанка, связь с небесами. Это, видите, как позвоночник, а сверху голова человеческая. Вот эту буквицу надо возвращать. Эта буквица тренируется, когда мы тянемся вот по Белояру, там, да, вот так. Так, тянемся вот со всей силы, стоим так вот. И направила. То есть ежи и прорабатывается. Вот это качество семижильной силы. Качество семижильной силы, да? То есть у мужчины есть два вида силы. Мышечная, когда он качает бицепсы, да? И растут большие размеры. И вторая мужская сила семижильная, да? Вот эти вот жилы, да? Вот она. Говорят, жила держит, не держит, да? Вот Иван Царевич регулярно проводит молодецкие забавы уже несколько лет. И в этих забавах участвуют разные мужики. И такие, как я. И качки такие здоровенные. И быки просто жирные такие. И дистрофики все. И Иван Царевич регулярно в этих забавах побеждает. Вот забав, например, там 15 провожу, одну-две выиграл. И эти качки на меня смотрят, думают, а как это так? Я же, видите, как-то небольшой. Потому что силу дает правило. Правило достает из мужчины семижильную силу, да? И ты как бы небольшой, но у тебя вот это усилие, когда ты там тянешь куда-то, да? Выносливость, когда уже все или дышат, а я только в раж вошел. Вот это вот очень важная сила, которую надо наверстывать. Наряду с мышечной. Ну и более того, смотрите, мужчины, когда вы развиваете мышечную силу, как говорят, тупо качаетесь, вы прожигаете свой жизненный потенциал. Да, вы сегодня сильные, но вы работаете на износ, не на долгие лета жизни. Когда мужчины накапливают семижильную силу, семижильная сила, это сила, которая идет именно в состояние, когда мы занимаемся борьбой, молодецкими забавами, тянемся на правило, да? То есть махаем топором, да? То есть вот это, когда ты топором тянешь, заметьте, натяжка идет, да? Правильно, когда ты мажешь, ты должен натянуться в струнку, туда сильнее удар. То есть когда косишь, опять же, это состояние натяжки, мышцы не качаются, когда ты косишь. То есть они не увеличиваются в размерах, но они увеличиваются в силе. И вот такой был богатырь ЗАС. Знаете методика ЗАСа, он когда цепи тянул. То есть богатыри-то качались в гантели, а он просто цепь берет и вот так вот цепь железная вот так вот стоит. Вот так вот развивается семижильная сила. И ЗАС у него были маленькие мышцы, и даже многие не верили, что там он цепь рвет, думали он обманщик. А он, когда воевал, у него коня ранили, он коня положил, домой занес. Как бы раз поставил. Ну вот она семижильная сила. Хачок бы коня не занес. А когда вот эта семижильная сила в мужчине, да, он такой рос и коня домой занес. Поэтому семижильная сила, она дает человеку потенциал долгой жизни. Когда мужчина развивает семижильную силу, это работа на вечность. Если мужчина тупо качает мышцы, то он сегодня красиво выглядит, а потом не очень. Или, например, сейчас семижильная сила, можно качать турникмены, да. Когда ты на турнике качаешься со своим весом упражнения, это качается семижильная сила. То есть там и мышцы красивые получаются, но они правильные. А мышцы, которые от железа идут, они неправильные. Они красивые, но они прожигают потенциал здоровья мужского. На долгие годы я имею в виду. Поэтому вот турникмены, на турнике любые занятия, брусья, вот это вот семижильную силу дает. Ну и также, конечно, женщин на руках носить. Раньше, например, вот молодец хочет жениться, а девица его проверяет. Она ему говорит, а пронеси, как девица проверит у мужчины семь колов, смотри. Она ему говорит, а пронеси-ка ты меня вокруг деревни на руках. И ты как раз взял девицу и вокруг деревни понес. Она такая, три раза. И ты когда идешь, ты, вот проверка, насколько мужчина, женщина сочетаются или нет, да, вот жаре тело. То есть ты когда несешь, ты должен еще улыбаться, сказки рассказывать. И делать вид, что это вообще просто, да, легкая прогулка. А если ты идешь такой, так, блин, корова, так уже не может. То значит, вы не сочетаетесь, опять же, или ты дистрофика, или она действительно корова. То есть вы не подходите в данный момент жизни друг другу. Ей надо стройнеть, тебе сильнеть. И, короче, по правилам. Она тебе сказала три раза, значит три раза. Идешь, ищу, сказки на ходу рассказываешь о светлом будущем. Правильно? Мужчины же должны уметь женщине рассказать сказки о светлом будущем, которое ждет. Идешь, сказки рассказываешь. Донес ее три раза. Поставил возле дома, говорит, да я бы еще пронес. Ну, уже все, пришли. Она такая, о, молодец, хороший. То есть действительно, вот эта культура сейчас ушла. Но мужчины и женщины должны как следует друг друга испытывать. Мужчину на мужские качества, женщину на женские качества. И тогда только может получиться крепкая семья. А сейчас же все по-быстрюхе хотят. Раз, женились! То есть влюбились, женились, все. И заметьте, раньше свадебные испытания, я сейчас эту тему возрождаю, они были очень сложные. То есть иногда свадьбу назначали, и вот перед свадьбой молодожены готовились. Они знали свадебные испытания. На свадьбе, в присутствии родителей, прадедов, дедов, родственников, друзей, воочию люди видели, проходят молодые испытания или нет. Если проходят испытания, все, свадьба идет. Нет, говорят, все, свадьба переносится на год вперед. Вот вам годик на доработку. И если вы их проходите, все, через год, свадьба еще раз. И так действительно только может получиться крепкая семья. И таких испытаний, согласно мудрости буквицы, перед свадьбой должно быть сколько? 21 очко. 22 буква С, свадьба, заметьте. Суженый, семья, свадьба, созрел, совершеннолетие. 22 буква, сказочная жизнь, счастье. И заметьте, тут так и написано, буквы П, Р, предложение, С, согласно, С, свадьба. И будет Т, толк. Точно. Удача, успех, фортуна, все хорошо, отлично. Вот это в буквице написано. Видите, Пр, предложение, С, свадьба. И четко возраст описан. И испытания, например, какие? То есть между молодоженами вот это вот настолько сильное вот это взаимодействие жарьих тел. Вот этот контраст энергетический, который качает их, чтобы они зачали здорового ребенка, который бах! Был зачат мощно. Вот, потом его выносили. Потом, когда рода, он такой сам вылазит такой. Здравствуй, мама! Здравствуй, батя! Где дрова? Давай рубить. Вот такие дети должны рождаться. А не то, что вы вытаскиваете, а он такой. Это недоношенный ребенок и слабая мать. Ребенок, как минимум, когда рождается, он должен держать головку и должен посмотреть на батю. Хотя бы поклониться, а лучше сказать здравствуй. Да, на маму посмотреть. Потом батя его выносит. Рожать детей надо по утрам обязательно. Женщина должна регулировать процесс, когда она здоровая. Батя по утру выносит, ребенка солнцу показал. Говорит, все, живем на белом свете. Вот ярило солнышко, будешь радоваться. И потом в землю его втрукнуть. Бах! Подсоединил в землю, то есть наладил два контакта. Плюс-минус земля, космос. И после этого обнял. И тогда будут расти правильные дети. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова